Модифицированный экзоскелет. На первый взгляд ничего необычного в броне не наблюдается, но при всем этом 70% клановых игроков предпочитают именно этот комбинезон, и сегодня мы разберем почему. Хочешь такое же снаряжение на лень фармить? Заходи на сталкейс.ру. Это лучший сайт, с которым ты сможешь окупиться за пару открытых кейсов. Открываешь понравившийся тебе кейс, проводишь апгрейд снаряжения и выводишь прямо на донат счет в игре. Также на сайте есть бесплатный кейс, с которого ты сможешь выбить топовое снаряжение для начала игры. Регистрируйся по моей реферальной ссылке, которая находится в описании под видео, и активируй мой промокод, который даст тебе 2 заряда артханта и бонус к пополнению. Сталкейс.ру. Открывай и выигрывай. Итак, всем привет. Набегал я в данной броне уже достаточно много, и готов поделиться с вами своим мнением о данном экзоскелете. Модифицированный экзоскелет, или как принято называть его, мотка, довольно универсальная броня, которая отлично подходит для опена, фарма лиманска и сессионок с кланварами в целом. Но обо всем по порядку. Начнем, пожалуй, с самих характеристик брони. Все статы с заточкой плюс 5, плюс 10 и плюс 15 у вас на экранах. Улистой у данной брони является идентичным поношенной цензи. Но при этом, мотка не имеет никаких дебафов, и ко всему этому имеет на 15 килограмм переносимого веса больше, а также дает нам 3% скорости, что в итоге на 8% больше, чем у поношенной центы. Поэтому при наличии мотки, нужда в поношенной центе отпадает до ее полноценной версии. Если взять сравнение поношенную версию туза, или же сталкерского аналога мула, то сразу бросается в глаза разница в полистое, и это только на нулевой точке. У поношенного туза, при всем этом, на 5 килограмм больше переносимого веса, но нет бафа к скорости. Следовательно, также, пока вы не сделаете полноценный туз или мул, то смысла носить поношенную версию при наличии мотки не будет. Да и характерной особенностью мотки является наличие 3% дополнительной скорости, чего нет в двух этих бронекостюмах. В сравнение взяты поношенные версии, так как полноценные версии двух видов этой брони это 90 сыворотки. Думаю, логично, что 20 миллионов куда легче нафармить, чем получить 90 сыворотки. По защитам тут все стандартно, как у всех боевых видов брони, а именно, вторая защита от радиации, био и пси, и первая защита от термовоздействия. Теперь, давайте перейдем ко всеми любимому лиманску. Что нужно для комфортной игры на этой локации? Само собой, нам нужны защиты от второй роды и первого пси, что по сути есть у любой нормальной боевой брони. Также, нам нужны хорошие статы разрыва, чтобы не откисать от трех случайно заагренных спотов мутантов. И само собой, хороший показатель пульстоя, чтобы спокойно фармить занятые здания из 20 человек и не ваншотаться с гауссы, если играете без грана. Все те же быстрые ноги, чтобы первым забирать ксиву, убегать и догонять в зависимости от ситуации. И само собой, много переносимого веса, чтобы можно было забивать нычку под фул, и затем спокойно ее выносить на несколько миллионов. И все это в себе совмещает мотка. По сути, как я и говорил ранее, мотка, по моему мнению, один из лучших комбинезонов для Лиманска, так как все, что нам нужно, в ней есть. Далее у нас на очереди опен. Я, например, уже настолько сильно привык к этой броне и само собой знаю все заражения севера, что спокойно бегаю только в этой броне, по тому же рыжему лесу или Янову. И данных защиты от заражений мне вполне хватает, чтобы чувствовать себя комфортно на севере зоны. Также, огромным плюсом мотки является универсальность в сборках. В этой броне мы можем иметь как хороший показатель живучести, так и при всем этом очень приятную скорость. Условно, забив в сборку солнце, осколок и два светляка с многогранником, заточенных на скорости. Кстати, о скорости. В игре есть очень мерзкий баг. Начиная с 120% скорости, местами просто не регает урон, когда стреляешь по противнику. Так вот, в мотке можно спокойно иметь очень много выживаемости и бегать под этим показателем скорости, за счет чего по нам не всегда будет регистрироваться попадание, а те попадания, которые зарегала, будут относить не так много урона, за счет нашей выживаемости. При всем этом, не стоит забывать, что у данной брони есть и свои минусы. Например, то, что мы не сможем бегать под условным РЛСом на режим лесу или по конвейеру на Янове, без условной сборки на защиту. Но одев сборку на защиту, мы будем максимально уязвимы для противника, так как у нас будет супер мало живучести. Ну и само собой, именно по этой причине, если вы арт хантер, данная броня для вас точно не подойдет. Ну а если вы обычный игрок, который просто бегает, фармит и стреляется с игроками, зарабатывая деньги, то данная броня вам точно будет по душе. Лично мое впечатление и ощущение от данной брони только положительное. Я очень доволен тем, что купил именно ее и чувствую, что это одна из лучших видов брони, которая подходит для моего стиля игры. На этом все. Если видео было интересным, то поставьте лайк. И все так же, если вы еще не подписаны на канал, то подпишитесь. Буду супер благодарен. Спасибо за просмотр. Пока.